Мы видели у нас, оказывается, под Михайловкой, недалеко, да, Заразовская область, да, в место гибели Марины Росковой. Там, это в лесу, небольшая, такая, безопитанированная площадка и небольшой памятник. И мы, как бы, взяли путешествие, в прошлом году мы ездили, был бы на 5 мая, между праздниками мы устраивались, почистили, посадили там каштаны, цветы. И мы хотели бы продлить эту акцию, это делать ежегодно. Но в силу там разных причин, в силу того, что у нас там не соответствует, сейчас не так много родителей, сейчас надо проводить очень сложно, на самом деле. И, конечно, хотелось бы от молодежи услышать, какие могут быть предложения о помощи, организации. Если поддерживать, то это было хорошо, мы хотим от Сады там аллею, аллею, да, каштаны в аллею, и это идет к воспитанию патриотических детей, и на самом деле это мало кто знает, что это место есть. И это история нашей, в нашей странской области, да, это развитие нашей области, идет кэтическое испытание именно на нашей малой области. То есть у меня вот такое предложение. А в чем заключается помощь? Я наверное, такого помощи объясню, что самая главная помощь – это в транспорте. Каштаны у нас сами есть, мы сами выбираем, то есть лопаты там, это все прочее у нас есть. Детки наставок будут участвовать, но чтобы туда ехать, это надо транспорт, и нужно разрешение составить. И, конечно, вы знаете, у нас дети не совсем, да, с особенными потребностями, да, кто-то вообще не видит, кто-то видит плохо. То есть, например, с ними же стать и помочь вам вдруг хоть эту яму показывать, сажать, то есть сажать, держать, то есть им нужно помогать, потому что они делают. Давайте я возьму это у себя, у нас просто есть автранспортная компания, пластелин, и у меня есть на них выход, я думаю, что можно договориться, даже если они не захотят бесплатно, я думаю, что можно собрать денег и отпустить детей. И это если бы была преемственность, то есть, например, мы школьники, студенты, это было бы вообще, конечно, смешно. Да, у меня это. Дальше школьники, так что мы делали, это тоже с какой-то школы, не помню, что-то родители приезжали, вот, и просто вот, ну, ура прошло, конечно, вот это мероприятие, здесь с удовольствием это все делали. И если это уже, как бы, сделать традиции, то есть мы планируем, это 14 мая, да, она там получается, значит, предпраздничные дни все это будет саммиты, а вот 14 мая это суббота, и вот, думаю, хорошо это делать. Да, хорошо, давайте мы тогда объединяемся, когда. Ну, и то, что это крупная моторика, развитие крупной моторики, это очень полезно. Делка и крупные ориентированные пространства, то есть надо понять, где их настройство, да, это однозначно. И в этот раз мы поехали, там очень красивая березовая роща, на самом деле большой стол стоит, и, конечно, там, допустим, и те же, там, что-то взять с собой, там, соки, еще что-то, и посидеть, и вспомнить вообще историю, конечно, этого полка, историю женского полка летного, да, что произошло, когда произошло, если сейчас женский полк, то есть вот это преемственности. И мне хотелось бы продолжить, я просто как уполномоченщик по формам ребенка в школе отношения, поэтому мы участвовали в этом, и я вижу, что детям это нравится, хочется делать то, что все-таки нравится, заинтересовывать детей, что им мотивация, и у них есть к этому, и стремление, я говорю, ребят, еще поедем, конечно, Елена Анатольевна, конечно, поедем. Вот, то есть вот такое предложение, мы тогда с вами поменяемся, да, и молодежь, конечно, я приглашаю всех к сотрудничеству, потому что это на самом деле... Елена Анатольевна, для того, чтобы еще привлечь палату в правильном режиме, нужно это мероприятие оформить в виде положения, если положение это большой документ, описание, краткое описание, что это такое, это выезд туда, а традиционно, кто организовывает, мы должны указать, что это дом интерната, школа интерната, если прошу прощения, значит, что входят в такие-то общественные организации, и мы могли привлечь также и членов общественной палаты, попросить спонсорскую помощь, что она уже была бы прозрачной, то есть не и тот же на основании этого документа мы сможем сделать заявку в ГИБДД, чтобы было сопровождение... Да, поэтому вот с этой точки зрения, если вы проработали бы первый шаг этого положения, о этом мероприятии, а мы, в свою очередь, очень здорово, что Людмила отозвалась, и я думаю, что все ребята и сможем волонтеров найти, и школу, вообще не проблема. Я думаю, что здесь, я не думаю, что найдут те, кто откажется, даже не то, чтобы не найдется народу, а наоборот. Если честно, я даже не знала, что это есть место у нас такое, а на нем есть, что это на самом деле так. И поэтому, я думаю, что много этого не было. Да, и у нас, мы неоднократно проводили в музее трудовой славы, точнее, боевой славы, у нас еще и трудовой есть такой крупный музей, Да, там есть историки, искусствоведы, кто знает именно эту историю, связанную с фамилией Росковой. Да, да, мы были неоднократно, когда приглашали ветеранов, и еще, слава Богу, дай Бог здоровья, жива одна из участниц этого полка. Да, проводили встречу, достаточно давно было, конечно, несколько лет назад, и дай Бог, что там все хорошо. То есть можно, в принципе, в теории, ну, конечно, вывозить туда ветерана вряд ли, а вот кого-то подготовить именно в кустоведы, кутуролога. Да, его можно даже не навозить, это же можно сделать несколько этапов. Да, то есть вот этот ресурс, много интересного, тоже включить. Да, и рассказать об этом, и что мы такая будет акция, что ребята знакомят, да, не можем обязательно туда всех вывозить. Можно прийти в кусты, и ты можешь представить или рассказать о том, что вот такая история есть, правильно? Все в одной, но это же много для детей, если вы растянете, все на месте, потому что это не реакция. Я думаю, что это у нас сделать поэтапно. Хорошо, Сергей, хотелось бы добавить. У нас же в Покровске есть улица, да? Да. А что если совместить бессмертный полк ночных ведьм, если брать из архивов по фамилии, фотографии, и улица прямая, достойно, как раз там знаково провести? Да, да, да. Да, как раз от первой школы, от площади и до летки, до самолетов там, то есть и возложение можно сделать. Как раз это знаково, либо впереди... Я думаю, здесь как раз немецкий промышленно-экономический техникум мог бы активно поучаствовать в этой работе. Давайте, Антон, зафиксируем, тоже как предложение. Значит, взять... Архив. ...за основу, значит, историю... Ночные ведьмы. ...с ночными ведьмами подготовить справку, мы, наверное, обратимся к нашему историку, подготовить справку для положения, потому что положение нужно будет делать тоже. И попросим институт промышленно-экономический техникум, чтобы они подключились к этой работе, потому что ребят там 2000 учатся, и там есть направление по военно-патриотической подготовке. У вас очень серьезно, я знаю, там директор всегда идет навстречу по этому направлению, было бы интересно. Ну и в том числе то, что было озвучено по бессмертному полку, это касается и институт промышленно-экономического техникум тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...